Приветствую, друзья! Сегодня нам предстоит поговорить о уже третьей инкарнации легендарного стационарного ЦАПа Topping DX3 Pro. Во второй LDAC ревизии, насколько я помню, сменили выходной усилитель для наушников на TPA6120A2 и добавили популярный Bluetooth кодек LDAC. В новой же плюс-версии изменения затронули и непосредственно сердце устройства. Теперь его роль выполняет куда более точный ESS и ES9038Q2M. Bluetooth-чип заменили на более современный Qualcomm QCC5125 с поддержкой aptXHD. Но, что важнее всего, значительно уменьшились и без того низкие искажения. Также выходная мощность 3.5 мм выхода возросла до внушительных 1800 мВт на 32 Ома нагрузки. Так что обновление получилось далеко не для галочки. И тем, кто только планирует приобрести данный девайс, имеет смысл смотреть исключительно в сторону этой обновленной ревизии. Ну а теперь поговорим обо всем более подробно. Собственно, поехали. Упаковка устройств Topping давно уже приобрела свой собственный узнаваемый строгий стиль с логотипом компании, указанием на наличие пройденной Hi-Res Audio сертификации, ссылка на официальный сайт, где можно скачать инструкцию и, конечно же, самые актуальные драйвера для ПК. По поводу актуальности это далеко не для красного словца. В этом плане производитель реально держит руку на пульсе и своевременно выпускает обновления для всех своих продуктов. В комплект нам положили стандартный набор документации со всевозможными графиками измерений на профессиональном оборудовании. USB кабель длиной 120 сантиметров, импульсный зарядный блок на 15 вольт 1 ампер, блютуз антенну и, конечно же, друзья, пульт дистанционного управления. Пульт вполне стандартный, с прорезиненными кнопками, хорошо ложится в руку и питается от двух АА-батареек. По кнопкам имеем функцию отключения звука мута, регулировку уровня сигнала, переключение входов и выходов, изменение уровня усиления с плюс 6 до плюс 19 дБ, перебор встроенных ЦАП-фильтров, автоотключение и изменение яркости дисплея. В принципе, все то же самое можно сделать и непосредственно с самого устройства, однако для этого нужно будет войти в специальное меню настроек, доступ в который возможен только в момент включения, если зажать многофункциональный регулятор. То есть без пульта изменять все эти параметры, конечно же, можно, но не особо удобно. Ну и логично, что для использования блютуз необходимо установить антенну на ее законное место. Корпус устройства полностью выполнен из металла и имеет такую интересную, чуть скругленную по бокам форму. Сверху у него красуется два логотипа Hi-Res Audio и Hi-Res Audio Wireless сертификация. Снизу четыре надежные прорезиненные ножки для лучшей фиксации с поверхностью стола. Из входов нам доступен блютуз, APTX HD и льдокодеками USB, оптика и целых два коаксиала. Выхода тут два, линейный RCA и классический 3,5 мм выход на наушники. Переключаться между ними можно из системного меню или пульта. Кроме того, в настройках есть еще третий параметр, позволяющий одновременно выводить звук и на RCA и на наушники. На передней части имеем огромный красочный дисплей и многофункциональный регулятор уровня сигнала. Долгое его зажатие включает и отключает устройство, однократно переключает входы, а двойной клик выходы. Вращение же регулятора изменяет громкость и происходит с приятными тактильно-механическими щелчками. В отличие от прошлой версии, активный вход на экране теперь отображается белым, а вся остальная информация все тем же оранжевым цветом. Еще появилась интересная функция автовключения и режим преампов с фиксированной громкостью. Все это в случае необходимости можно, конечно же, включить или выключить из системного меню. При работе аппарат немного нагревается, место на столе особо не занимает, выглядит стильно и, что далеко не маловажно, в наушнике выдает целых 1800 мВт на 32 Ома нагрузки и абсолютно чистый фон, даже на очень чувствительных внутриканалках. По мощности аппарат теперь способен раскачать даже весьма тугие полноразмеры, так что прогресс в данном случае ну просто очевиден. Для разбора выкручиваем два находящихся на задней части винта, но смысла в этом особо нет, так как шлейф устройства довольно-таки короткий. Из железа нам известен ЦАП ESS ES9038Q2M, за USB отвечает популярный XMOS XU208, а на Bluetooth стоит чип Qualcomm QCC5125 с поддержкой APTX HD и льда кодеков. На выходе же для наушников усилитель Texas Instruments TPA6120A2. Ничего заменить там нельзя, так что и лезть внутрь без особой необходимости не нужно. Алгоритм работы здесь абсолютно логичен. Подключаем к версии, усилитель и реактивную акустику. Ну и наушники в 3.5 мм выход. А на вход источник, от которого мы и планируем получать сигнал. Я обычно использую ЦАП со своим ноутбуком, подключив на выход активные мониторы Yamaha, а в 3.5 мм разъем свои любимые внутриканальные наушники. При подключении к USB ЦАП включается автоматически и сразу же готов к работе. По необходимости установите нужный активный вход и выход и отрегулируйте громкость, после чего можно уже наслаждаться любимой своей музыкой. Под Windows 10 аппарат у меня, друзья, ну конечно же определился автоматически, способный к работе посредством WASAPI драйверов. Однако для более тонкой настройки и поддержки ASIO интерфейса рекомендую скачать с официального сайта и установить специализированные драйвера, которые, как я уже упоминал ранее, периодически обновляются производителем. Сейчас доступна версия 5.20.0. В системе при этом можно выбрать разрешение до 32 бит 384 кГц, а на панели ASIO доступен выбор задержки и выключение функции защищенного режима. Я рекомендую ничего там не трогать, так как слишком короткая задержка приводит к высокой нагрузке на процессор и, если тот не справится, может привести к появлению щелчков и разнообразных звуковых артефактов. Со смартфоном аппарат тоже прекрасно работает, причем делает это как через системный микшер, так и посредством специализированного битперфект режима. То есть все работает, включая игры, музыкальные плееры, стриминговые сервисы, ютуб и все остальные приложения. Через блютуз на героя обзора также можно передавать сигнал, например, с вашего смартфона. Но тут стоит помнить о ограничениях, вносимых в сигнал даже такими продвинутыми кодеками, как aptxhd и LDAC. Первый дает небольшой такой блюр по всему диапазону, а второй значительное упрощение в области высоких частот. Хотя в качестве исключения, ну почему нет? Можно, например, вывести музыку на фон, чтобы прокачать пространство или просто дать возможность гостям продемонстрировать свои музыкальные пристрастия сразу на вашу систему без мороки со скачиванием и копированием музыки. Согласитесь, это очень удобно. Замеры, как это обычно и бывает, у устройств компании Topping все в положении отлично. Разве что АЧХ имеет небольшое ослабление на 0,25 дБ на 20 кГц, а так шумы где-то на уровне минус 130 дБ. Прекрасный динамический диапазон и искажения ниже уровня минус 110 дБ. Причем как гармонические, так и интермодуляционные. Никаких вопросов здесь даже быть не может. Технически ЦАП DX3 Pro Plus ну просто шикарен и это измерение с выхода для наушников. На RCA было бы все еще лучше. По подаче в Topping DX3 Pro Plus особое внимание уделено проработке сцены и каждого инструмента в отдельности. Так мы имеем просто невероятно детальное и при этом очень мелодичное звучание, позволяющее определить, где конкретно в оркестре находится флейта относительно, например, женского хора. Тут, конечно, нужно, чтобы ваши наушники подобные позволяли услышать и уши были достаточно натренированы. Лично меня здесь ну просто ошарашило, до какой степени звук может быть прозрачным. Все текстуры объемные, живые, с правильным распределением воздуха вокруг инструментов и подчеркиванием музыкальной составляющей. Если слушать оркестровые записи, то в звучании DX3 Pro Plus ну можно просто провалиться. Единственный нюанс, это непосредственно лидирующий на фоне аккомпанемента голос, никак не выделяется из трека, отчего обладает ровно теми же правами, что и все остальные инструменты. Лицом к лицу сравнивал герой обзора с конкурентом Loggi D30 последней ревизией, которой на ESS ES9068AS. В принципе, прямо очевидного лидера среди этих двух цапов я не выявил. Однако у DX3 Pro Plus все тембры просто невероятно проработаны и чисты, а у D30 классическое на сегодня построение не такое трехмерное, зато с четким отделением лидирующих тембров от второго и третьего плана. В случае оркестра и, например, мультиинструментального джаза, очевидно, что топпинг рвет всех своих конкурентов в данной ценовой категории. А вот с куда более простой музыкой, когда как. Иногда мне был по вкусу DX3 Pro Plus, а иногда D30. Ну и как решающий аргумент, на выходе для наушников у топпинг мы имеем 1800 мВт, а у Loggi всего 110 мВт на 32 Ома нагрузки, что более чем в 10 раз мощнее. Если вы обожаете ощущать пространство сцены и буквально лицезреть все внутреннее богатство каждого инструмента, то топпинг DX3 Pro Plus однозначно ваш выбор. Разве что массы в нем лично мне бы хотелось чуть побольше. Хотя прекрасно понимаю, что в этом случае пришлось бы пожертвовать прозрачностью и резкостью прорисовки. Первая версия, насколько помню, была намного жирнее и музыкальнее. Это решили приготовить в актуальном для современных устройств этого бренда ключе. То есть тотальная техничность, скорость и максимально подробное построение музыкального полотна. Немного смягчить звучание, естественно, можно, например, переключившись в низкий режим усиления. Однако раз попробовав тот объем и тщательно передано в глубину пространства, возвращаться в привычную, чуть теплую музыкальность уже совсем не хочется. К хорошему быстро привыкаешь и ждешь уже от всех устройств подобного уровня качества. Что для ниши в 200 долларов, на мой взгляд, ну просто гениально. Все, что я слушал до этого, и половину таких возможностей не имели. Очень круто, эффектно тут ничего не скажу. Для электроники данный подход тоже весьма интересен. Кроме разве что клубной и танцевальной. Ей, скорее всего, не хватит мяса и кача. Разнообразная же скоростная и тяжелая музыка с одной стороны впитывает все сливки в плане четкости, техничности и драйва, а с другой столь объемное построение пространства здесь явно лишнее. Логично, что все еще зависит, насколько тембрально сложную музыку вы предпочитаете и какую при этом акустику используете. Идеально в данном случае подойдет что-то более-менее музыкальное и насыщенное. Что прекрасно гармонизирует и сбалансирует источник. В плане колонок это практически любая не сильно мониторная акустика, а для наушников лучше выбирать что-то динамическое, ну или хотя бы гибридное. Для акустической же музыки, старого доброго рока, блюза или соула, герой обзора к подбору акустики максимально лоялен. Из наушников я слушал ЦАП с в меру бюджетных КБР Аурора и с моими любимчиками Янин Кэнон и Кенера Скалт. Что-то совсем уж дешевое и примитивное к DX3 Pro Plus советовать не буду. Источник способен намного больше и искусственно ограничивать его возможности абсолютно бессмысленно. Куда практичнее, наоборот, позволить ему раскрыться в полной мере. Для тяжа же смело выбирайте нейтральные наушники с плотным звучанием, например, от Moondrop и Leblon. С ними синергия ну просто сказочная. Своей же массивности для данного жанра, как по мне, ЦАПу не хватает, ее придется добирать акустикой. Просто основная фишка звучания данного аппарата не особо вяжется с простым и линейным характером металла. Ему подавай обширные акустические пространства вроде Кристиана Лёффлера, яркие палитры Маркуса Де или многомерную мелодичность Нильса Вюлкера. Тут еще можно привести огромное число разных групп и сольных исполнителей, с которыми DX3 Pro Plus имеет какую-то просто неописуемую магнетичность. Подводя итоги, стационарный ЦАП с усилителем для наушников Topping DX3 Pro Plus прежде всего порадовал меня уже знакомыми чертами дизайна, удобным пультом управления и куда более продуманным меню настроек. Выход же на наушники это просто козырный туз модели, все-таки 1800 мВт на 32 Ома нагрузки. Этого вполне хватит для абсолютно любых, даже весьма тугих на раскачку полноразмерных наушников. Да и на очень чувствительных внутриканалках фон здесь оказался абсолютно чистым. Измерения, как и было ожидаемо, все на отлично, тут вообще не подступиться с претензиями. Ну и имеется поддержка Bluetooth со всеми современными кодеками. Хотя, как по мне, это больше опция. Подобный ЦАП обязательно нужно подключать исключительно через провода. По звучанию же DX3 Pro Plus создает просто невероятно подробную сцену с точной и четкой прорисовкой абсолютно всех музыкальных планов. Что-то джазовое, оркестровое или электронное чувствуется для данного аппарата практически родным. Для тяжелых же стилей я бы рекомендовал акустику и наушники с уклоном в нейтральность и массу. Последняя ревизия DX3 Pro получилась не столь музыкальная, а скорее прозрачная и объемная. Из-за чего я даже словил свой вау-эффект. Что-то мультиинструментальное здесь буквально сносит крышу своей аккуратной прорисовкой, точностью и балансом. Тембры буквально скользят друг между другом. Отдельно о басе, середине и высоких вообще говорить не хочется. Здесь все настолько многомерно, что раскладывать звук на подобные примитивы нет никакой необходимости. Его вкушаешь целиком, в нем растворяешься или воспринимаешь как некоторую изысканную диковинку. И поверьте, аппарат реально заслуживает всех этих эпитетов. У Topping и на этот раз получилось нечто просто неописуемое. А если учесть ценник 200 долларов, так и вообще гениальное. Не совсем, на мой взгляд, универсальное, но любителей джаза или разнообразной около джазовой музыки ждет, друзья, ну просто экстаз. Это был Цапик Topping DX3 Pro Plus. На этом у меня все. Всем добра, всем пока-пока. Подписывайтесь на канал и оставляйте свои комментарии под данным роликом. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!